Здравствуйте! На радио Спорт.ФМ Калининград программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир при поддержке Министерства спорта Калининградской области. В студии Олег Богачев и коротко о главных темах выпуска. В начале программы по традиции расскажем об успехах калининградских спортсменов на всероссийской международной аренах. Сегодня большой футбольный блог комиссия FIFA посетила Калининград и проверила его готовность к чемпионату мира по футболу. Впереди насыщенные спортивные выходные и подробно расскажем вам, какие турниры и матчи вы можете посетить в предстоящий уикенд. Программа «Спорт для всех» на радио Спорт.ФМ Калининград. Поехали! Сегодня начинаем с большого успеха нашего теннисиста. В Казани завершился чемпионат России по теннису, призовой фонд которого составил 3 миллиона рублей. В борьбе за золотые медали престижного турнира сошлись 64 спортсмена и триумфально выступил калининградский теннисист, неоднократный призер и победитель отечественных и международных соревнований, обладатель Кубка России Денис Мацукевич. В одиночном разряде калининградец добрался до финала, где выиграл в двух партиях 6-4-6-2 у игрока из Санкт-Петербурга Ивана Неделька и взял золотую медаль чемпионата России. Но на этом Мацукевич не остановился и взял золото и в парном разряде. В финале он в паре с Иваном Гаховым обыграл теннисистов из Казани. Счет решающего матча 6-4-3-6-10-2. Благодаря успешному выступлению в Казани двукратный чемпион России получил лицензию Wild Card на выступление в престижном международном Кубке Кремля, который в конце месяца пройдет в Москве. Специально для радио Спорт-ФМ Калининград триумф Дениса Мацукевича и его перспективы на Кубке Кремля прокомментировал его отец и личный тренер Сергей Мацукевич. В принципе, заменил полноожиданный результат, потому что он, учитывая, что особо не готовился к нему, поехали и поехали. Буквально за неделю он сыграл турнир в Афранции. А скоро целенаправленно они готовились к чемпионату России. Знали, что будем играть. Неделя где-то была подготовки. Пятый заход, скажем так, у него. И он четыре раза играл в финал. В одиночном разряде четыре раза. И проиграл. В пятой попытке выиграл. В паре он становился чемпионом России. В паре, в миксе. В паре на Мазелье и в миксе он был чемпионом России. А вот в одиночном. Был только по молодежи, по юниорам. У него сейчас будем готовиться к Кубку Премля. В понедельник начинаем готовиться к Премля. И я уже в Москве. Он сейчас в Миндике. На конечном тень. В понедельник мы с ним встречаемся. И начнем подготовку. Далее в программе «Спорт для всех» речь пойдет о единоборствах. В Анапе прошел этап Кубка мира по кикбоксингу. На базе комплекса «Витязь» выступило около тысячи бойцов из более чем двух десятков стран. В составе сборной России медали выиграли представители муниципальной спортивной школы номер 13 и Калининградской федерации кикбоксинга. Наши спортсмены завоевали два золота и два серебра. В весовой категории до 56 килограммов у женщин финал получился чисто калининградским. Так, Элеонора Николаева победила в решающем поединке свою землячку Ксению Морозову. Олеся Шабулина первенствовала в категории до 60 килограммов. А Дмитрий Арбузов взял серебро. Уступил он сопернику из Татарстана в галло-финале весовой категории до 75 килограммов. Отметим, что все вышеперечисленные медалисты представят наш регион на Кубке России, который в конце ноября примет Волгоград. В столице Беларуси Минске прошел международный турнир по каратэ Киокусинка. И в соревнованиях приняло участие более двухсот спортсменов из различных федераций и спортивных организаций Республики Беларусь и России. В весовой категории до 35 килограммов золотую медаль турнира выиграл калининградец Александр Кузнецов. Еще одно золото в копилку команды Янтарного края принес Егор Вакарчук, который оказался сильнее всех соперников весовой категории до 40 килограммов. Отметим, что оба спортсмена являются воспитанниками Объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ России. С единоборствами на этом все, ну а в литовском Тракая прошли крупные международные соревнования по академической гребле. Гребная база на озере Гальве у знаменитого исторического замкового комплекса приняла свыше 200 представителей 15 команд из городов Латвии, Литвы, Беларуси и России. Одной из двух российских сборных стала делегация Калининградской морской школы и областной спортшколы Олимпийского резерва по вводным видам спорта в составе 55 спортсменов и 6 тренеров. Благодаря 4 золотым, 4 серебряным и 6 бронзовым медалям наша сборная возглавила итоговый общий зачет в пятый раз за время участия на этих соревнованиях. Отдельно отметим калининградских спортсменов, которые выиграли золотые медали турнира. Это Павел Титов, Дарья Сергеенко, Анна Шушенкова и Александр Сергеенко. Ну а теперь большой футбольный блок в программе «Спорт для всех». Совместная делегация представителей FIFA посетила строящийся стадион к чемпионату мира 2018 года в Калининграде. По мнению операционного директора Оргкомитета Россия 2018 Дмитрия Годунова, если говорить в целом о готовности стадиона, она достаточно высокая. Свои надежды на своевременную сдачу футбольной арены выразил и директор Департамента Международной Федерации Футбола по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Нам сказали, что нет никаких рисков по срыву крайнего срока, который намечен на конец этого года. Вокруг стадиона тоже предстоит еще много, что сделать, и эту работу тоже необходимо завершить в срок. Мост, эстакады, все необходимые коммуникации тоже играют ключевую роль для успешного проведения матча на этом стадионе. Поэтому мы будем внимательно следить за ситуацией, за тем, чтобы действительно все работы были выполнены в срок, для того, чтобы стадион был готов к проведению здесь тестового матча, который запланирован уже на марте. Как сообщил журналистом, временно исполняющий обязанности вице-премьера регионального правительства Александр Ральбинов, после завершения строительства стадиона начнутся работы по установке временных сооружений. А остался последний рывок, но мы дали заверение, что по всем объектам, которые вызывают у наших коллег беспокойство, мы справимся. Дорожная инфраструктура, мосты, путепроводы будут выполнены в намеченные сроки, пообещал чиновник. Напомним, в Калининграде пройдут 4 матча чемпионата мира, а какие команды у нас играют, станет известно после жеребьевки 1 декабря. Ну а 14 и 15 октября все жители Калининградской области смогут увидеть главный трофей мирового футбола – Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. В эти дни кубок будет выставлен на площади Победы. С ним сможет сфотографироваться любой желающий. Доступ в шатер, где будет находиться почетнейший трофей, будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям. В общей сложности официальный кубок пробудет в регионе 3 дня. И отметим, что Калининград станет 8-м по счету российским городом, в котором побывает главный приз чемпионата мира по футболу. Еще немного о предстоящем в России чемпионате мира. Уже полтора миллиона заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира поступило от болельщиков за две недели. Об этом сообщил директор департамента по проведению мероприятий FIFA Колин Смит в ходе рабочего визита в Калининград. Напомним, первый этап продажи билетов на матчи Мундиаля стартовал 14 сентября и продлится до 12 октября. Второй этап начнется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира 1 декабря. Напомним, что самые дешевые билеты будут стоить 1280 рублей. В конце блока про чемпионат мира я напомню, что Калининград в следующем году примет 4 матча группового этапа главного футбольного турнира. Игры пройдут 16, 22, 25 и 28 июня. Ну а далее в программе о матчах и предстоящих турнирах, которые вы, уважаемые любители спорта, можете посетить в предстоящие выходные. В субботу 7 октября Калининградская Балтика проведет очередной домашний матч первенства футбольной национальной лиги. В 17.00 балтийцы сыграют с астраханским болгарем. Напомним, что на данный момент Балтика занимает 6 место в турнирной таблице, а Балгарь – 10. Отмечу, что дома Балтика гостям из Астрахани ни разу не проигрывала. Также в перерыве игры состоится церемония награждения юношей Балтики. Кроме того, будет проведен розыгрыш фирменной футболки нашей команды среди болельщиков. В воскресенье 8 октября на арене универсального спорткомплекса «Созвездие» состоится финал физкультурно-спортивного праздника «Большие семейные игры». Ожидается участие свыше 30 сборных, которые прошли предварительный этап 10 сентября на 14 школьных площадках Калининграда. Начало праздника в 11.00. В субботу, 7 октября в Малом зале Дворца спорта «Янтарный» пройдут решающие матчи международного турнира по баскетболу «Балтийская осень-2017». Начало игр в 10 часов. И также в субботу, 7 октября в спорткомплексе «Россия» на улице Дюны состоится первенство Калининградской области по самбо. Понаблюдать за поединками сильнейших самбистов региона можно, начиная с 13.00. И на сегодня на этом все. Это была программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир при поддержке Министерства спорта Калининградской области. В студии работал Олег Богачев. Я, как всегда, желаю вам ярких, насыщенных спортивных выходных. Живите спортом. Пока.